He cannot keep himself alive from the universe by nature. Все причины человеческого смятения и неудовлетворенности – желание, жадность, зависть, гордость, страх и т.д. – являются не независимыми феноменами, а лишь различными проявлениями отождествления эго. И грандиозная шутка заключается в том, что это отождествленное Я желает освободиться от всех этих вещей, чтобы наслаждаться просветлением, которое не может произойти иначе, как через уничтожение этого самого Я. Понимание того, что наша истинная природа на самом деле ни в чем не нуждается, и является единственным истинным отречением. Индивидуум не может принять самостоятельное решение, например, посредством выбора, о том, что он хочет освободиться, хотя он и может думать, что именно он это сделал. И вот здесь на сцену выходит физическая и ментальная конституция каждого психосоматического аппарата. Ни один из них не может не развиваться, кроме как в точности, согласно тому, как он был сконструирован. Как только обретается видение того, что волеизъявление является не только ненужным, но и иллюзорным, становится очевидным, что для того, чтобы увидеть нечто, что уже есть, никакое усилие не является действенным. Усилие осознать истину тщетно, ибо истина – это все, что есть. Все есть истина. Человек должен отбросить умное рассуждение в пользу изумления, являющего собой интуицию или доверие по отношению к исконному принципу бытия. То, что и как видит мистик, действительно очень легко понять. Но требуется особый род интеллекта и особой перспективы видения. Не интеллект повышенной силы, а некого рода преобразованный интеллект, который может предложить совершенно иную перспективу видения, путем переноса в ту точку зрения, которая находится за пределами его самого. Эгоистичному существу внешний мир видится как лицо врага. Тот разрушительный дуализм, из которого происходят все конфликты, находится не во внешнем мире, а в ошибочном восприятии псевдосущности, не способной видеть мир как свое собственное отражение. Спонтанное, настоящее действие происходит естественно, когда нет никакого тебя, проверяющего, соответствует ли это действие твоему собственному представлению о том, что является для тебя наилучшим. Человеческие существа не имеют независимого или автономного существования, независимо от того, принимают они этот факт или нет. И независимо от того, нравится им это или нет, они проживаются, и они беспомощны в этом, в бескрайней тотальности невообразимо сложного творения, над которым у них нет абсолютно никакого контроля. Подобно тому, как лесной пожар, являющий собой единое тело пламени, принимает бесчисленные формы, так бесформенное, недуальное сознание принимает все формы, которые составляют Вселенную. Гуру есть великая тайна, которой не применимы ни критерии, ни какие бы то ни было умозаключения. Он воистину является объективным выражением Абсолюта, пребывающего вне пределов всех восприятий дуальности. И, следовательно, он никак не может рассматриваться как объект поклонения. Он не есть объект, но он есть все объекты, включая поклоняющегося. Пустота, представляющая собой реальность, есть то, что лишено какой-либо концепции реальности. Само усилие, направленное на то, чтобы проникнуть в свою собственную природу, является препятствием к этому. Бесстрастность Бесстрастность означает намного больше, чем просто отсутствие интереса. Оно означает пребывание в истинном «я», в бесконечной безвременности, откуда происходит непрерывное, беспристрастное наблюдение за всеми движениями в сознании. Это измерение полностью отличное от дуальности в пространстве и времени. Там, где есть желание, присутствует и страдание. Освобождение может произойти только тогда, когда желание полностью отсутствует. Оно недостижимо через какие-либо средства или усилия, которые сами зависят от желания. Все, что может быть воспринято чувствами, подобно обертке от настоящей вещи, образцов, описанию, рекламе, маске. Это лишь кажущаяся реальной внешняя видимость того, что находится позади. Реальность, таким образом, это не присутствие, а отсутствие. Неположительное, а отрицательное. Невидимые феноменальные объекты, а их невидимый источник. Неизвестное действительное, а неизвестное потенциальное. Чрезмерное словесное общение стало настолько навязчивым и распространенным, что оно принимается, как само собой разумеющееся, как единственный способ достижения понимания чего-либо. Но настоящее понимание относится совсем к другому измерению. Младенец, не осознавая, что имеет индивидуальную сущность, не обладает интеллектом, посредством которого он мог поосуществлять концептуализацию. И поэтому он живет в спонтанной свободе, без какого-либо сопротивления, от одного момента к другому. Тоже относится к самореализованному мудрецу, который вышел за пределы ума. Нужно лишь плыть в грандиозном потоке тотальности, в экстазе единства с космическим течением событий. Что еще можно делать с сновидящий со сновидением, кроме пассивного наблюдения за ним, без вынесения каких-либо суждений? С разрушением тела разрушается и эго. По-другому и быть не может, так как то сознание, которое создало данного индивидуума через отождествление с конкретным телом, теперь слилось с безличностным вселенским сознанием. Если человек не переживал по поводу феномена своего рождения, почему он должен переживать по поводу феномена смерти? Воистину не существует никого, кому нужно было бы о чем-либо переживать. Именно это переживание в действительности и составляет связанность человека как индивидуальной сущности. Понимание — это все, но любое усилие понять является препятствием к этому. Данный тупик исчезает сам собой, когда эго признает, что оно попалось в собственную ловушку. Эго уничтожается, будучи разоблаченным, как и люди, которые оно и является. И это само по себе и есть понимание. Когда семена мышления и концептуализация сжигаются в пепел чистым пониманием, наступает освобождение от сновидения, которое мы называем пробуждением. Когда вы слышите неповерхностное значение слов истины, а слушаете таким образом, что слушатель у вас исчезает вместе с говорящим, тогда реальное значение слов может проникнуть глубоко, и ваше ошибочное понимание исчезнет само по себе. Больше нет ничего, что нужно было бы делать. Пока буря концептуального мышления не уляжется и он не научится пребывать в состоянии поста, истинная природа человека остается неизвестной и недоступной. Причиной страданий и несчастья индивидуального человеческого существа является лишь игнорированием основополагающего факта Вселенной, то есть единства. Трагедия в положении человека является следствием того, что мышления и его процессы оказались чрезмерно развитыми за счет исключения интуиции. до такой степени, что каждый человек с уверенностью считает себя индивидуальной личностью, исключая при этом даже саму основу природы. Внешний мир совсем не интересует человеческая дилемма относительно страдания. Все это находится в фиктивном «Я» индивидуальной личности. Осознание этого факта и представляя собой конечное понимание. В каждое мгновение тотальность функционирования находится в совершенном равновесии. Все есть совершенство в каждое мгновение, вечное здесь и сейчас. Когда личностное отождествление исчезает, все, что остается, это ощущение присутствия безличности, которое трансформируется в ощущение жизни как полной свободы. Конечное понимание не может произойти ни через привязанность к материальным удовольствиям, ни через усилия обнаружить и ухватить бесконечный абсолют. Оно приходит через признание того, что Вселенная есть объективное тело субъективного «Я». Именно судьба определяет все, что происходит, включая возникновение бесстрастности, ведущей к самоисследованию, встречу Гуру и ученика и созревание плодов учения Гуру в ученике или их отсутствию. Жизнь должна проживаться так, будто она реальна. И одновременно глубоко внутри нужно знать, что жизнь лишь проживается как безличностное, феноменальное функционирование вселенского сознания. То, что люди называют реализацией или просветлением, уже существует. Это не не нечто, что нужно приобретать. Поэтому любая попытка достичь его является упражнением в обреченный на провал тщетности. нет никакого различия между неведением и просветлением, пока существует некая концептуальная сущность, которая должна переживать то или другое состояние. осознание своей исконной неотделимости от всего сущего является освобождением. человек покидает одиночное заключение в тюрьме обособленного я и получает тотальную свободу вселенского единства. Когда качество ума отбрасывается, возникает сущность бесконечного. Когда ум опустошается, остается чистое бесконечное сознание. Непосредственное переживание Высшего Я известно как самореализация. Часто ошибочно считают, что этот термин означает, будто есть некий обособленный индивидуум, обладающий знанием о Высшем Я. Состояние самоосознания не наступит до тех пор, пока идея отдельной индивидуальности полностью не уничтожится и отношение субъекта-объект не перестано существовать в непосредственном субъективном осознании единой неделимой реальности. То, что рождено в должный срок умрет, после чего объективное тело растворится и будет безвозвратно уничтожено. То, что некогда было чувствующим существом, разрушится и никогда не будет рождено вновь. Но сознание не объективно. Оно вообще не есть некая вещь. Поэтому сознание не рождается, не умирает. И уж, конечно, никак не может переродиться. когда можественные отношения между гуру, как сознанием, и учеником, как сознанием, становятся достаточно зрелыми для того, чтобы принести плоды, они встречаются подобно двум пустым зеркалам, направленным лицом друг к другу. Если вы отбросите отождествление с телом, если вы останетесь безмолвным, поглощенным в ощущение тотальности, в ощущении «я есть» беспривязанность, «вы познаете все, что должно быть познано». Основополагающей субстанцией всех существ является один и тот же ноумен. просветление это имя, даваемое номинальному состоянию. Не существует никакой намеренной практики, действия или усилия, которые могут привести индивидуума к его просветлению. Ибо любое намеренное действие основано на предрассудке, что индивидуум существует отдельно от ноумена. Хотя Вселенную можно видеть, тем не менее она является чистой концепцией и не имеет действительной субстанции или собственной реальности. Все феноменальные объекты по своей природе являются несуществующими. Кроме основополагающей абсолютной субъективности, в которой все существует, на самом деле не существует больше ничего. прекратить создавать объекты в уме значит прекратить воспринимать то, чем мы не являемся и постичь то, что мы есть. «Твоё я» это концептуальный поток времени из прошлого в будущее. Поток, который делает невозможным существование относительного настоящего, в то время как то, что я есть, это вечный настоящий момент. В представлении, что я являюсь сущностью, обособленной от всех других людей и остального мира. Нет возможности для спасения от печали. Индивидуум в конечном итоге сливается со своей изначальной природой, как волна сливается с водой. На самом деле они никогда и не были различны. Волна это не что иное, как меняющаяся форма самой воды. Вопрос не в слиянии отдельных вещей, а в отбрасывании чего-то несущественного и поверхностного, ошибочной индивидуальности обособленной личности. зная, из чего нет, мудрец знает, чем он на самом деле является. Полярность, которая, как подтверждает современная наука, существует во всех проявлениях жизни, даже в самых крошечных атомных и субатомных частицах Вселенной, является выражением такой близости и такой любви, которые нельзя описать словами. Безмолвие – это не отсутствие речи. Безмолвие – это молчание ума. Безмолвие – это отсутствие вопросов, отсутствие мыслей. это истинная медитация. Когда вопрошающий ум, интеллектуально создающий проблемы, постепенно приходит к пониманию, что чем больше проблем он создает, тем плотнее завеса между «я» и пониманием, тогда наступает безмолвие. нет лучшего пути или худшего. есть есть только путь, на который каждый организм оказывается направленным. Любовь не как выражение обособленности, основанное на эмоциях, а как сострадание, это то, что удерживает мир в единственности. в единственности мы не любим других, мы есть другие. Человек не может не продолжать быть вовлечен в ложное, пока это ложное не отпадет само по себе. Жить естественно – это жить просто как свидетель, без попыток контролировать и, следовательно, без размышлений, желаний или воли изъявления, без вовлечения в сновидение игру, жизни и существования. Гуру обращается не к индивидуумам. Он есть сознание, говорящие о сознании сознанием. Никакая истина не остается истиной в тот момент, когда она получает выражение. Она становится лишь концепцией. Удивительно ли в таком случае, что вы обнаруживаете себя завязшими в трясине идеи концепцией, из которой невозможно освободиться? Молившее ваше усилие препятствует тому, что без усилия может произойти естественно и спонтанно. осознание не может быть актом воли изъявления. Если видишь ложное как ложное, то остается истинное. То, что сейчас отсутствует, появится, когда то, что сейчас присутствует, исчезнет. отрицание – единственный ответ к нахождению конечной истины. И это так просто. Видеть и чувствовать природу изнутри означает не задавать вопросы о том, что такое мир. Классификация – это человеческое достижение, которое обособляет человека от природы, что всегда означает конфликт и несчастье. Постоянные изменения и последующие уничтожения через определенный период длительности являются самой сутью всех феноменов. Упадок и процветание, счастье и несчастье, рождение и смерть – все это неизбежные аспекты естественного процесса причинности. Но лишь беспокойство и ничего более являются коренной причиной страдания в этом мире. Мудрец, обособленный от своих чувств, ничего не желает, ни о чем не печалится и ничего не боится. И таким образом он живет в полной свободе от беспокойства. Нет такого состояния, в котором человек видел бы реальность. Кто видит что? Вы можете лишь быть реальностью, тем, чем вы всегда являетесь. Проблема существует только в мышлении. Пусть все ложные идеи уйдут, вот и все. В истинных идеях нет никакой надобности, ибо они не существуют. и сумму не не н Продолжение следует...